здравствуйте друзья мы начинаем подготовку к эксклюзивному показу показ будет только для вас никто больше этого не увидит вот вы я моя камера и светлана которая здесь находится находимся мы дома у алены и сейчас вот видите тряпочка подстилена это чтобы платье которое наденется на манекен не касалось пола платье это не просто так вы видите вот коробочка да и она там лежит в коробочке не просто а лежит в чехле я правильно понимаю шелк это натуральный белый это натуральный шелк теперь мы смотрим на перчатки друзья перчатки алены это не просто так это эксклюзивные американские перчатки которые шьют амиши почему они перчатками то занимаются потому что у них чепчики беленькие они себе белошвейные работы делают прямо то есть они до сих пор в чепчика так убираем шелк и видим платье пару слов что чье платье в смысле никто сделал что что она несет в себе это платье называется оливковое дерево оливковое дерево в саду господнем так то есть это вот платье которое сотворяет состояние души человека в таком вот божьем присутствии потому что есть псалом где написано что будете как зеленеющая маслина в саду господнем что может быть прекрасней просто вот это будет зеленеющая зеленеющая маслина в саду господнем понял и сделано это два платья в одной коробке это это плач сверху и там и приплатье поэтому я сейчас плач немножко в сторону отвожу а мы не покажем людям плач не будем снимать вы скажете а в чем смысл вот собака ведет гуляет это где живет художник вот вы видите этот комплекс вот в таком домике живет художник вот я просто с другой стороны улице снимаю даже этой улице не назовешь вот так вы видите мы на балконе у художника у алины вот тут в городе лисбурге штат вирджиния вот тут мы перешли на другую сторону вы видите вот как бы другая часть это видите фронт двери вот там люди имеют входные двери не гаражи а вот уже двери входные вот так выглядит ну что друзья давайте я пойду снизу там вы видите там расшита расписано там даже вот жемчуга всякие вот так это все не просто так и девушка ну в данном случае манекен у нас не просто в платье там еще плащ накинут давайте я теперь пройду так снизу вверх но поближе чтобы вы видели ткань тут хочется и ткань подробно показать и хочется показать все платят целиком как она выглядит вот на поясе сейчас мы дойдем до пояса на поясе тоже жемчужины такие уже покрупней уже так реально покрупней так и мы свет зажигали знаете от света многое зависит вот посмотрите вот там все она блестящее такое значит снизу одна ткань потом пояс потом другая ткань потом вот эти вот ветви это что лавр это оливковая по вот что-то римская в этом я усматриваю похоже на каких-нибудь императоров да вот и да вот там капюшон надо бы надо рассказать что-то вот про ткани про материалы знаешь что вот этот плащ лежит послушай вот он лежит и я смотрю на него внизу и там и там тоже чем-то расшита вот давай покажу расскажу вот что такое от кутюр платье да одна из один из элементов от кутюр это ткань от кутюр и ткань от кутюр производится определенных фабриках очень маленьким тиражом и она производится очень специальным образом вот этот авто муаре это одна из самых дорогих тканей в мире во времена марии анталнета это придумали тиснение какое-то делать муаровый рисунок делается он такие деревянные прессы которые шелк уже изготовленный заводят и этот пресс характерным способом характера характерный вид ткани придает вот этот муаровый рисунок сейчас это имитируется элементарно вы можете пойти купить за три копейки ткань это было бы выглядеть как муар но на самом деле это не так но есть фабрики во франции которые уже ты 200 лет производят этот шелк и они продолжают его производить они производят маленькими чертежами потому что это действительно очень дорогая ткань да да я уточню что-то вот как человек со стороны значит кутюр по-французски это портной в современном звучании кутюр там кутерье это чек который там дизайнер одежды это я пойму одежда от кутюр я понимаю ткань от кутюр я не очень поэтому кутюрье же не делает же ткань это ткань которая пользуется кутерье то есть ты приезжаешь на эту фабрику ты даже не не войдешь просто так ты уже должен быть кутюрье чтобы туда попасть и там вот эти эти ткани то есть у меня сколько раз были ситуации когда вот только что выпущена ткань и ее 20 вот рулон обычно это 22 метра и я беру там допустим 11 метров беру я 5 метров берет дом крестьян диор и там остается может быть пару метров я не знаю может я неправильно сейчас цифру говорю они обязательно ставят кусочек своей музея у них а диор берет для какого типа продукции а вот именно такие платья производят которые у них есть клиент который хочет что-то и они уже заказывают ткань которая нужна то есть они не делают дизайн чего-то такого типа высокой моды иногда так происходит что можно даже сделать дизайн ткани какой ты хочешь вот но в принципе у них настолько роскошные коллекции что но у меня мне нравилось вот в их музей зайти и сказать что я мне нравится ваша ткань мне хочется ее там сто лет назад вот такой же вот эта ткань была можете ли произвести это стоит конечно баснословно если есть клиент которому который готов заплатить за за этот эксклюзив потому что все что в прессе называют у вас будет эксклюзивный костюм за 300 долларов это просто смешно это просто невозможно хорошо если бы вот такая штука например на рынке была ну допустим там три таких платья в год например делалось бы сколько бы стоило такое платье вот с плащом их не делают три она всегда должно быть одно его можно сделать второй экземпляр только с обещанием то есть для клиентки она допустим размер у нее побольше и она на подиуме увидела время показа и говорит я такое хочу платье но у нее не 40 минус размер а у него 48 и тогда если есть такая ткань потому что ее можно уже в природе или она согласна немножко на другую в этой же марке чуть-чуть вот но в принципе эту ткань можно заказать то тогда для нее шьется второе платье это может стоить зависимости от того какая цена будет ткани сколько часов работы от 30 до 70 тысяч долларов а второе платье остается в музее компании но есть как бы рынок такой он очень узкий рынок очень маленький это ну такое эксклюзивное дальше давайте давай давай значит вот это что за ткань вот эта ткань это шантильи настоящая шантильи это город это хружева да это кружева по франции в городке шантильи начали производить ручной работы кружева тоже вообще в древности и они действительно отличаются от всего остального у них есть как бы своя самоценность и купить их нельзя вот просто так настоящий шантильи здесь а что из них кружева вот это все то есть там нет ткани как ткани там для меня кружева это тоже прозрачная вот она прозрачная то кружева есть а под ним юбочка а под ним конечно там же вот это же ткань причем вот и что-то купить от кутюр вы представляете вот эта драгоценная ткань она и внутри и даже корсет он внутри тоже такой подкладка такая же потому что достойно то есть ткань должна соответствовать я понял а вот я извиняюсь она таким блестит золотым золотое шитье или что здесь здесь не натуральное золото вот здесь натуральное золото нить в поясок вставлено то есть это другая компания где заказывать прямо с настоящей золотой нитью можете представить сколько стоит но ткани это не золотой нитью а с металлик просто металлик вот и здесь вот натуральный жемчуг вышивка сколько весит платье она легчайшая это не не бархат и не бисер то есть здесь мало очень биц вот эти вот это шантилье его производят это ты можешь его только заказать у них есть такие столы на которые натягивается вот как бы основа и вручную все это выше как уж и отца как 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 вот в древности это делалось и она действительно тоже очень дорого но в том же шантилье сейчас построили заводики где производят машины уже и компьютеры уже в принципе на рынке только это осталось разница огромнейшая то есть это земля и не ну то есть выглядят непрофессионал не отличит но естественно но это как вышивка ручная и как крыша вышивка машина а вот если шов например сделан машины машины по идее должна делать ну как бы качественнее да то есть она более последовательно в том что она делает так и кружева тоже узнаешь поэтому я например могу узнать это настоящий кружева ну то есть на машине или нет но потому что я много в руках это держала и потом ты видишь что человек он всегда какие-то тут такие зацепочки и имперфекшен такие да ну как вышивку вы определяете объяснить почему сделанная вручную с какими-то ну можно сказать микро дефектами там поскольку это живой человек почему она дороже чем сделанная с более высоким качеством на машине потому что первое есть легенда шантильи королевы франции и англии всегда в кружевах ходили от шантильи это вот там и то место откуда это все шло и это точно такие же кружева как носила там антуанетта там еще кто-то то есть это есть легенда во вторых конечно количество часов затрачено невероятная в третьих это делают мастера французские это не китайцы делают и не машина делает это делают высокие профессионалы которые делают то есть именно потому что ручная работа это люди причем это не просто люди а высокого класса мастера может быть какая-нибудь тетенька в деревне какой-нибудь тоже может сплести кружева какие-то ну вот вологодские например кружева они ценятся они кстати дорогие но они не настолько дорогие потому что это другие кружева у них нет такого рынка антуанета в них не ходила я как-то был в значит вологде и но это было так давно достаточно лет 30 назад и там я заходил в магазин торгующий кружевами хотя он больше был похож на избушку такую на курьих ножках но вот в этом маленьком магазине я простоял там минут 20 ошалевший совершенно вот светлана со мной было помнишь это красиво это было это словами передачи даже энергетика другая руками делают это действительно еще один нюанс вот допустим свадьба была кейт мэддилтон выходила замуж у нее были кружева из этой компании и я уверена естественно у него были кружева настоящие естественно она королева вот то есть она принцесса и там у нее платье было вышито вот по этой технологии то есть это берутся кружева которые уже стоят в основном они вырезаются и потом вручную нашиваются на ткань это тоже старинная технология как во времена это вот это дороже чем когда ты вырезаешь именно из этих кружевов получается дороже чем если бы просто села бы вышла бы женщина вручную это золото но это какие-то такие вот секретики такие и естественно это понимает очень людских людей но это поэтому это это произведение искусства то есть есть законы она по нему исполняется то есть к этому платье нужна лекция поэтому показывать это платье можно такого на показе потому что там сидят люди которые реально могут оценить это вот как пить вино там за полторы тысячи бутылка и можно собрать алкашей там у магазина но они не оценят они за полтора доллара с удовольствием выпьет знаешь получается что до счет вина и могу рассказать смешную историю когда был показ в англии ты год назад они это другой пока который был давно в 2000 году и на него приехала аристократка французской не буду называть имя потому что это одно из самых громких франции она в восторге от нашей коллекции и она решила нас поздравить она привезла три бутылки самого дорогого в мире шампанского а мы такие в эти но она нам директору и мне их дает там из совершенно какими-то нереальными конфетами эксклюзивной мы зовем всю команду 33 человек и говорим давайте сейчас будем пить во первых она была теплым она когда она уже теплая но сейчас момент где стаканчик короче тут же нам добыли пластмассовые стаканчики и на глазах у изумленной аристократши выпили самое дорогое покапнули каждой каждому члену команды это был такой кайф это был так надо было еще кряхнуть но вы бы видели ее лицо да она стояла просто для нас был не вкус шампанское важен а то что мы пьем самое дорогое шампанское в мире прямо сейчас в этом в англии вместе с успехом прошло шоу да для неё был ужас что мы просто взяли и вылили в помойку это шампанское в помойку это совета люди труженики там другались просто теплым а больше всего она переживала что мы выпили теплым теплым да вы знаете друзья я вспоминаю вот анекдот о том в чем разница между сексом по русский и по французски и вот когда по русски по французски это когда без пастельного белья по русски когда безнательного По-французски безнательно, а по-русски без постельного. Они выпили шампанское без постельного. Это было в тему. Конечно, на девушке это совершенно другое. Какого размера должна быть девушка, чтобы… Манекен слишком толстый, ведь мы не смогли застегнуть. Ребята не видят, но там сбоку посажены на булавочки. То есть это слишком толстый манекен, вы можете себе представить. А какого размера девушка могла бы туда войти в это платье? Уталия очень тоненькая. Размер есть какой-то у этой талии? У нее, по-моему, 38-й получался. Я не помню сантиметров. Девушка Любаша, которая в последний раз надевала. Она очень красивая. Я не сомневаюсь. Знаете, красота женская – это дар. Это послание… Я верю, что это послание еще от Бога о том, что есть добро, есть красота и добро победит. Есть такая песня у Барда одного. Вы можете погуглить, друзья, слова, которые я вам сейчас скажу. «Красивая женщина – это профессия, все остальное любительство». Вот. И вот можете найти всю остальную песню. «Я ставлю ее даже выше правительства ваше превосходительство». Такая была песня. Ну что же, давайте я еще… Мне все хочется показать, вот как блестит вот это золотишко, друзья. Вот блестит золотишко. Вот она золотая жила, друзья. Вот она… Вы так знаете, понимаете, его невозможно продать вне контекста. Вот принесите его сейчас куда-нибудь и просто ничего как бы… То есть, это как те же кружева. Это только для тех, кто понимает, и без истории это не имеет никакого смысла. Ну, будем считать, что у нас был такой лекторий модный. Вы понимаете, друзья, вот что… Высокая мода, она исключительно как вот духовный продукт. Потому что надеть на себя такое… Деваджи. Дороговато. Это уже статусная вещь. Ну, на красный… Это как его… Красный коврик в этом… Оскар, когда вручают. Да, да. Ну, это статусные люди. Да. Там просто так же не ходят пацаны. Там грин карту выиграл и на коврик. Красный… Нет. Нет. Вот, поэтому, друзья… Так что для наших зрителей это пока не актуально. А так, вообще, давайте мы с вами прощаемся. Говорим спасибо Алене, которая не только нам с вами это доложила, но, в общем-то, она своим талантом и, как бы, креативностью и всем… То, что сверху нам дается. Не из книжек. Вот. Создала это все. Красоту. Сколько таких платьев вообще в коллекции? Вот не таких я имею в виду, сколько вообще в коллекции платьев? Обычно коллекция делается от 22 до 50 платьев. Поэтому эти бедные модельеры – это огромные инвестиции, это много труда и это очень тяжелый-тяжелый бизнес. Все-таки, вот когда вы делали эту библейскую или, как ее назвать правильно, коллекцию, я не знаю, вот сколько там всего было платьев? Вот если вам сказать полный показ, все, что есть… 56 платьев. Выносим. 56. 56. История от сотворения мира. Да. Да. До самого конца все. Ну, тогда напоследок, значит, в какой части вот от сотворения до конца вот это платье должно было быть? Там есть такая часть, она очень женственная. И она называется «Заповеди блаженство». То есть, это часть о том, как прекрасно пребывать в Боге, как прекрасно вот быть… Есть «Заповеди блаженство», «Заблаженный нищий духом, ибо они Богу узрят». И там есть платье, например, «Драгоценная билость», «Круткое сердце», «Роза Саронская», «Благодать». Вот каждое платье выражает вот такое вот явление или даже… То есть, платье – это тоже язык. И он как бы невербальный, но он выражает какие-то внутренние наши вот чаяния. И когда-то на одном показе пресса написала, что эти наши платья – это как прообраз наших небесных одеяний. А вот если мы немножко тогда, для завершения, в такую практическую область перейдем, все-таки не все же девушки 38-го размера или какого-то, а есть… и тоже любят одеваться, понимаешь? Вот. А чего вот вы модельеры там все-таки вот худючих-то? Нет, дело в том, что вот эта конкретно коллекция, она вообще не для продажи. Это история, это иллюстрация Библии. А платья-то разных размеров шьются. И у меня были клиентки, вы знаете, как императрица Екатерина. Так. И такие, главное знать, как одеть и какой цвет. И она, извините, может в правильном платье и с правильным настроением выглядеть лучше и круче, чем тоненькие девочки. Просто это модели, естественно, что на подиуме… И вообще-то ткани меньше идет. Друзья, на дарак. То есть выдали, выдали секрет. Классик. Выдали секрет. А то, знаете… Даже это образцы. Я хочу сказать, вот есть тоненькие девочки, обманчивые бывают. То есть ткани на них точно меньше надо. Хотя денег может быть больше. Но они же, ты думаешь, может она и не ест ничего, может что на еде сэкономится. Понимаете? А бывают очень прожорливые. Вот. Так что, друзья, вот на этой высокой, так сказать, ноте жизненной мы, значит, благодарим Алену и с ней прощаемся.